Сейсмостойкие кирпичи из рисовой шелухи, бактерии, поедающие нефть и карта земных недр Астаны. Эти и другие разработки казахстанских ученых применяются на отечественных и зарубежных предприятиях и претендуют на государственную премию в области науки и техники имени Альфа-Раби. Рассказывает Полина Чехична. Перед вами новая модель подъемника, особенно механизмов высоких классов. Таких проектов действительно полезных, но нереализованных в Казахстане много. Однако претендовать на премию в области науки и техники могут только идеи, которые уже внедрены. Например, карта зонирования Астаны, на которой наглядно показано, где можно бурить землю, а где рискованно, например, из-за грунтовых вод. Они дают рекомендации, например, в какой точке Астане, вот если вы, например, собираетесь строить дом, в данном месте какой состав почвы, какие виды сваи надо забивать, какой имеют они запас прочности. А специалисты в сфере металлургии улучшают качество продукции машиностроительных предприятий. Авторы одной из идей предлагают проводить ионно-плазменную термообработку стальных деталей, что сделает их прочнее в разы. Проект внедрен на 12 предприятиях Казахстана и помог сэкономить уже 750 миллионов тенге. Сейчас нужны такие разработки по созданию новых функциональных материалов, новых качественных сплавов, например, жаростойких, жаропрочных, износостойких, коррозионостойких и других столей, а также сплавов на основе алюминия, титана и других цветных металлов. В этом году на соискание премии поступило 24 научных труда, из которых первый этап отбора прошли 13. Полина Чехичина, Мухит Кудыгбаев, Абен Нарымбаев. Итоги дня Алматы.